С ним можно было говорить на неудобные для него темы и без опасности каких-то последствий для себя. То есть не нужно было задавать себе вопрос, а не вызовет ли то, что я ему скажу, какое-то неудовольствие. В конце длинной череды гостей идем последними тесной кушкой, сбившись. А наверху стоят два президента, две первых леди. И если нас увидел, значит, Клинтон говорит, а вон идет мой мозг. Гордо так он говорит. Давайте разберемся на радио «Звезда». Здравствуйте, с вами Василий Журавлев. И сегодня наша программа о первом президенте Российской Федерации в день 90-летия Бориса Ельцина. Я беседую с человеком, который работал с Борисом Николаевичем в самые трудные годы его пребывания на посту главы государства. Помощник первого президента страны Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как случилось ваше первое знакомство с Борисом Николаевичем? Было мое знакомство с ним, но не его знакомство со мной. Естественно, я был просто приглашен в качестве любопытствующего наблюдателя на заседание межрегиональной депутатской группы. Это прообраз, так сказать, первой оппозиции в законодательном органе СССР, Съезда народных депутатов и Верховном Совете. И тогда я его увидел сравнительно близко первый раз. А потом уже, так сказать, знакомство, ну, скажем так, симметричное, да, когда и он, значит, идентифицировал меня, ну, мне его легче было идентифицировать. Это когда я стал членом президентского совета, это в 93-м году. А как поступило предложение поработать помощником? Дело в том, что когда формировался этот состав президентского совета, те, кто его в Кремле формировали, а, собственно, это была служба помощников президента, они сознательно туда включили несколько человек, которых они трактовали как экспертов, которые понимают что-то в каких-то сферах. Ну, и я почему-то угодил тоже в этот список. И когда мне предложили стать членом президентского совета, я не отказался. И потом, по их плану, они быстро выдернули нас из общего состава членов президентского совета. И мы начали на неформальной основе работать со службой помощников более тесно, консультируя их, помогая в каких-то аналитических разработках, подготовке текстов и так далее, и так далее. И потом, когда, видимо, сочли, что вот этот конкретный человек может быть полезен при непосредственной работе в службе помощников, меня пригласили. Это было очень смешно и характеризует, кстати, Ельцина как человека. Это было в конце 1994 года, после всех этих драматических событий осенних. У него была поездка в Японию, и на финальной пресс-конференции одна американская журналистка у него спросила. Вот у вас есть один советник, который считает, что вам надо было переизбираться тоже на новый срок. Это кто? Спросил Грозно Ельцин. Она говорит. Ну, вот такой сатарова. Он говорит, приеду, разберусь. Приехал и предложил работать помощником. Много уже написано и сказано про Бориса Ельцина, но именно от вас интересно услышать. Какой он был начальник, шеф? Значит, чрезвычайно, с одной стороны, комфортный, а с другой стороны, некомфортный. Комфортный, потому что умел доверять. И если уж он взял тебя на работу, то, ну, как бы ты был действительно ответственным полностью за то, за что ты отвечаешь. Но он умел доверять так, что на тебя ложилась действительно серьезная ответственность за этого. Тут не сочканешь и не схалтуришь, да? Именно потому что он доверял. И он не давал вмешиваться в твою сферу никому, да? Вот у меня есть этот человек, я ему доверяю, он за это отвечает. Привет, значит, иди к лесу. Но это дикая ответственность, и это тяжело, конечно. То есть это, с одной стороны, комфортно, а с другой стороны, нет. И второе, с ним можно было говорить на неудобные для него темы. И без опасности каких-то последствий для себя. То есть не нужно было задавать себе вопрос, там, а не вызовет ли то, что я ему скажу, какое-то неудовольствие. Значит, вот такого нет. То есть он был демократичный начальник? Черт его знает, я бы не назвал это демократичностью. Вы знаете, есть политики двух категорий. Одни стараются подбирать себе людей, которых они никогда не заподозрят в том, что они в чем-то сильнее их. Ну, грубо говоря, такая отрицательная селекция. А Нельцин, наоборот, подбирал людей, которые в каких-то своих сферах превосходят его. И ему это было нужно, и он это эксплуатировал по полной программе. И он гордился, что вот есть люди, которые там лучше него что-то понимают. Но у него была еще такая колоссальная интуиция, это было очень интересно. Вот. Я очень хорошо помню эпизод, когда нас, вот несколько членов вот этих, нас называли яйцеголовыми, членов президентского совета, пригласили на торжественный прием по случаю первого приезда Клинтона в Россию. И для нас это был первый опыт для всех, да, участие в таком мероприятии. И мы в конце длинной череды гостей идем последними тесной кушкой, сбившись. А наверху стоят два президента, две первых леди. И Ельцин нас увидел, и, значит, Клинтон говорит, а вон идет мой мозг. Гордо так говорит. Круто. И он так вот басом своим, значит, раскатистым это сказал, и, конечно, мы это услышали. В этих словах это гордость за то, что идут люди в секоре, да, вот как говорили в те времена, и что это его команда там и так далее. Но он это эксплуатировал. Это было нормально. А если говорить о личном общении как в каком-то, это было совершенно поразительно. Вы можете себе представить строителя, да, то есть он большую часть своей карьеры он успешно строил, который не ругается матом. Это смешно в нашей стране быть строителем и не ругаться матом. Он не ругался и не любил, когда при нем ругаются, да. Ненормативные лексики вы от него не слышали. Это было невозможно ни от него, ни в его присутствии это было невозможно. Это грубо, это неприлично. Это же среда староверов исходно. Там это было непринято, неприлично. И это у него как вот с детства это осталось. Он не грубил. Я могу рассказать самое грубое, что он мне сказал один раз, если интересно. Конечно, интересно. Значит, работа подразумевает некие регулярные встречи с ним тет-а-тет, когда нужно обсудить череду каких-то деловых вопросов. И обычно, когда от него идешь, составляешь на бумажке такой список пунктов, которые надо с президентом обсудить. И вот я дохожу до пункта моей встречи, которая была по моей инициативе с Явлинским, с которым я обсуждал, помимо прочих сюжетов, возможность его вхождения в правительство, в ранги вице-премьеры. Ну, как всегда, неудачно. Он не любил такие предложения. И, ну, я честно докладывал это Борису Николаевичу. И вдруг он меня прерывает и говорит так спокойненько. Георгий Александрович, у вас там в списке наверняка есть более важные вопросы. Вот это было самое грубое, что он мне сказал за всю историю нашей работы. Я потом понял. Он подумал, что я говорил с Явлинским по его просьбе. Ему это было неприятно. Давайте разберемся. Я беседую с помощником Бориса Ельцина Георгием Сатаровым. Георгий Александрович, бывало, что президент спрашивал, просил советов. И каких? А, да, конечно. Но редко, потому что это было в самом начале моей работы, буквально на старте. Потому что обычно, если он спрашивает тебя совета, это значит, что это твоя недоработка. Ты чего-то не предупредил, что нужно было заранее вообще догадаться, что это проблема, подготовить Бену записку или обсудить это при встрече. А если он спрашивает тебя совета, ты что-то просмотрел в его проблемах. Ты должен опережать, если ты нормальный помощник. Но это, слава богу, было в самом начале нашей работы совместной. Начало 1994 года. Вот только заработало первый созыв Государственной Думы. Должны состояться выборы председателя Государственной Думы. И он, значит, называет меня и говорит... Ну, там было несколько вопросов, но основной был такой. Вот там коммунисты вместе с аграриями двигают Рыбкина. Георгий Александрович, как нам к этому относиться? Я говорю, Борис Николаевич, можно... Значит, у меня есть предположение, но если вы разрешите, я должен кое-что проверить и завтра я вам положу. Вот. А дело в том, что мы в Индеме как бы вели анализ поименных голосований на съездах. И это очень такие хитрые методы аналитические, которые позволяют сопоставлять политические позиции законодателей и смотреть их динамику от съезда к съезду. Вот. Ну, и это все мы быстро проделали. И было видно, как Рыбкин уверенно движется в центр. С абсолютной точки такой антивенцинистой он двигается в центр. Ну, и я на следующий день сказал Бену, что я не вижу здесь больших проблем, там, потому-то, потому-то. Вот такая-то динамика. И что очень великая вероятность, что мы нормально сработаемся. Что-нибудь произошло. Да, все. Вопрос был снят. Вот. И что потом произошло, так сказать, этот прогноз оказался правильным. А вот ваше мнение. Тогда Борис Ельцин управлял временем, событиями в этой стране? Или все было наоборот? Хороший вопрос. Я думаю, что каждый из нас в состоянии задать себе такой вопрос по отношению к себе. Значит, если я задам себе такой вопрос, то я должен ответить так, что я в жизни никогда не думал, что меня в этой стране вознесет, значит, так сказать, близко к вершине пирамиды власти. И это время управляло мной. Другое дело, какие решения я в связи с этим принимал. На самом деле, конечно, особенно это ощущаешь, когда работаешь там, когда как бы все накатывает. Вот весь тайфун всегда проходит по тебе, когда ты там находишься. А это был тайфун, потому что это был постоянный накат проблем. Ну как, вы живете во время революции, но их худшие погодные условия с точки зрения политической. И это постоянно накатывает проблемы, ты должен их решать, иногда предугадывать, иногда решать, чаще решать, чем предугадывать, потому что все предусмотреть невозможно. И, конечно, и на нас, и на Ельцина накатывало. Будь здоров. И как бы, ну, представьте себе, что вы сплавляетесь по горной реке одновременно с кучей леса, который снесло лавинами с берегов, да, и вы в этой мешании. Вот это примерно такое ощущение. Значит, вы управляете этим потоком или этот поток вами? На самом деле, конечно, поток вас несет, но вам нужно выжить. И вам в данном случае, там, вам в широком смысле, вам, вашей миссии, если говорить о президенте, вашим обязанностям, если, вашему делу, если говорить о нас и так далее, да? Поэтому, это, конечно, вот этот страшный поток, который в такое время несет вас, не ограничивает выбор, естественно. Тут есть такая фишка, непонятная. Обычно думаешь, что чем выше забираешься по пирамиде власти, тем больше у тебя возможностей. Это заблуждение. Чем выше ты по пирамиде власти, тем больше ограничений ты видишь. А дальше все зависит от тебя. Поэтому управлять можно. Ну, это как, вот представьте себе, управлять кораблем в бурю. Кораблем нормальным, современным, где работает винт, работает турбина, значит. Ты можешь задавать курсы, управлять кораблем в штиле. Ну, вот. Мы работали в бурю. Георгий Александрович, мы все помним фотографии начала 90-х, особенно на фоне Белого дома. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Мы можем называть Бориса Ельцина революционером? Ага. Опять хороший вопрос. Опять же, давайте обратимся до биграунда, Бориса Николаевича. Строитель, не архитектор. Это архитектор может быть революционером. Крабезье или что-нибудь в этом духе. Строитель должен аккуратно построить по плану. Исполнить задачу. Да, вот есть документация. И надо следовать этой документации и все грамотно про ней сделать. Потому что к тебе придут проверяющие. Они будут проверять, соответствует ли этому плану, принимать дом или еще что-то, там, стадион и так далее, или нет. И, как бы, вот это среда профессионального формирования. Но он попадает сначала в эту партийную машину, не представляя, что в результате его вынесет в революцию. И он дальше он в этой партийной машине начинает работать дисциплинированно как хороший строитель. Не как революционер. И у него нормально получается, поэтому он дальше продвигается по партийной линии. И он попадает в ситуацию, когда он начинает видеть свою миссию. Действительно, вот перестройка и так далее, и так далее. И это правильно, потому что все недостатки он, естественно, хорошо видел. И он приняв для себя эту миссию, превращается в революционера помимо своего. Меня пригласили сюда для того, чтобы делать перестройку. А что я вижу вокруг себя? Получается революция, Игорь Иванович. Ну и дальше он ведет себя как революционер и выигрывает. И у него жидко тяжелая ситуация. Значит, он превращается в революционера. На самом деле для него психологически это чрезвычайно трудно, ведь он довольно компромиссный человек. Я бы сказал, даже не компромиссный. И на этом часто терял, так сказать, темп, инициативу, как говорят в шахматах и так далее. Потом все равно выиграл. Но он вроде бы со своей задачей справляется. Извините, КПСС он похоронил, советскую власть он похоронил. Другое дело, что произошло позже, да? Но мы сейчас это не рассматриваем. А дальше надо строить. И когда доходит, ну, скажем, да, ну все, похоронили, теперь можно спокойно строить, 94-й год. Но нету ни плана, нету смежников, которые должны вовремя подвозить материалы, нету подготовленных бригад, специализированных и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? И это фантастически тяжело. Мне трудно себе представить, как это переживается. Ну, вот я пытаюсь его представить, да, вот он живет, превращается в замечательного строителя и так далее, и так далее. И потом он бас в этой ситуации, где нету ничего привычного. Все непонятно. Фантастически тяжело. В одном из ваших интервью много лет назад я прочитал следующее. Вы назвали начало 90-х временем надежды и очарований. Вот про надежды понятно, а очарование это вы о чем говорили? Это о нескольких вещах. Очарование в открывшемся, в первую очередь, в открывшемся горизонте возможностей. Ну, я, например, до 92-го года был невызнан. Первое приглашение на научную конференцию я получил в 74-м году. Через два года после того, как закончил матфак, там где-то в Польше прочитали какие-то мои статьи, им пригласили на конференцию. Вот. Но до 92-го года я выезжать не мог, несмотря на то, что получал приглашение. А тут вдруг ба-бах, и мир открывается. Он открывается совершенно стремительно и под доступной информацией, потому что я могу читать. Исчезает понятие спецхрана в библиотеках. Я могу выписывать любые журналы из-за рубежа, которые мне нужны по работе и так далее. И я могу делать... Ну, если говорить о сфере науки, которой я принадлежал, значит, можно ездить за границу, можно делать какие-то проекты с кем уместно, с кем угодно, и так далее, и так далее. Я сейчас не говорю о бизнесе или еще о чем-то, но я говорю о своей сфере, а ученый как был, так и остался. Вот. И это потрясающе. обалдеть. Ну, так как истерливый. Блин, какой мир интересный вокруг. Вот. Это фантастически. Это первое. Второе, конечно, это люди, которые оказываются во власти. Было принято влюбляться в политику. Оказалось, что можно сюда не сидя в старые пердуны, которые говорить даже не умеют, я уж не говорю, а подумают. А какие-то интересные, внятные люди. И вот. Влюблялись в Горбачева, влюблялись в Ельцина и так далее, и так далее. Потом разочаровывались, конечно. Я вообще считаю, что влюбляться в политику вредно. И я к Ельцину пошел в работу не потому, что я в него был влюблен, а потому, что считал, что это полезно для страны. То, что он делает, я не про себя естественно считал. Вместо того, чтобы влюбляться в актеров, влюблялись в политику люди. Вот сфера очарования. Влюблялись в политику и не отрывали. Вместо того, что смотреть хоккей или фигурное катание, смотрели дебаты на Снежных народных депутатов, не отрываясь всей страной. Да, надо дебаты. Вот Верховный Совет РСФСР транслировал заседания своих комитетов, которые обсуждали кандидатуры будущих членов правительства. Пожалуйста, смотри. И смотри. Сейчас это трудно представить. Георгий Александрович, огромное спасибо за беседу. Сегодня мы вспоминали Бориса Ельцина, какой он был политик, человек, вместе с помощником первого российского президента Георгием Сатаровым. С вами был Василий Журавлев. Всего доброго. Давайте разберемся на радио Звезда.